Всем привет, меня зовут Алена, я менеджер по продажам компании Globus. Сегодня я на Северном и готова показать вам больше мебели. Поехали! Давайте зайдем сюда, здесь очень мягкие кровати. Хотела показать, потому что я сама лично люблю мягкие кровати. Вот, мне больше всего понравилась вот эта кровать, честно говоря, из-за цвета. И вот эта вот кровать, потому что у нее очень мягкие подушки, и это заметно. Цена за кровать всегда дается без матрасов. Вот, у некоторых из них есть даже отделение для хранения. Я, правда, не уверена, что есть у этих. Вот у той кровати тоже есть, однозначно, есть отделение для хранения. Видите, здесь даже петелька. Это у нас не кожа, несмотря на то, что она выглядит так. Это такой текстиль, очень клевый. Он появился где-то порядка пяти лет назад на рынке, по крайней мере, на китайском точно. Вот, его можно вот так вот корябать. Если у вас есть кошки, собаки, это будет просто идеально для вас. Итак, цена на эту кровать. Это 1,8 в текстиле в Китае. И цена на эту кровать тоже в текстиле, в этом качестве. Я вам еще раз покажу, насколько, как выглядит этот текстиль. Он выглядит немного, как кожа, из-за вот этого паттерна. Но на самом деле это текстиль, и он очень мягкий, приятный. И подушки, конкретно вот на этой кровати, подушки немножко более плотные, чем вот на этой. Здесь прям совсем облачко. Все довольно типичное, обычное. Понравился мне вот этот маленький пуфик серое кресло. Не знаю, как его назвать. На вот такой небольшом постаменте. Он без ножек, низкий. Такой текстиль. Немножечко грубоватый, но приятный, как игрушки старые. Людям с котами, наверное, не самый лучший вариант. Но, тем не менее, я его спрошу, потому что он такой модненький, красивый. Я их тоже в последнее время, в последний месяц много видела на рынках. Вот, в прошлом году их точно не было. В общем, цена на экране за конкретно вот это качество. Что у них еще есть? Давайте посмотрим. Вот, столиков у нас спрашивают очень много. Вижу, что это сталь. Сталь, сталь, сталь. И это видно, что натуральный камень. Очень приятный, подходящий практически ко всему рисунок. Цена за две штуки. Соответственно, можно купить их в комплекте. Можно купить по отдельности. Но цену я спрашиваю сейчас именно за комплект. Такая вот здесь неоклассика. О, какая красивая кровать. Со шпоном, мне кажется, по бокам. Да, вот такой вот шпон. Он дублируется везде. На тумбочках. Вот здесь он тоже дублируется по бокам, как вы видите. Но цену спрашиваю только за кровать. По ощущениям, это либо кожа, либо микрофибра. Микрофибра. Это микрофибра. Итак, цена, которую вы видите на экранах, за микрофибру. 1,8 на 2 спальное место. И спрошу этот стул просто потому, что очень красиво сделали сам сет. Яркие цвета, красиво смотрится. Постарались только ради старания. Я спрошу этот стул. Ручки из микрофибры. Вот они. Эта ткань и задник тоже ткань. Цена в этом качестве. За один стул. Ширмы спрашивать не буду. Скорее всего, они ее не продают. Она просто идет как декор. Хочу осветить вам этот магазин просто потому, что у нас есть клиенты, которым им заинтересовались. В том числе, несмотря на то, что все выглядит таким простым-простым стилем, привет, ребенок, это натуральный ясень, как вы видите, очень толстый. Здесь все сделано так качественно, мебель все тяжелая. Поэтому давайте посмотрим, что здесь есть. Я вам дам парочку цен на них. Покажу вот эту вот полочку. Диван тоже покажу. Вот такой вот у них идет каркас полностью из дерева. Реально толстый. Толстое дерево. Вот это полностью все дерево. Шматок дерева. Это текстиль. Такой немножечко грубоватый. Дерево, 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 дерево. Здесь внутри можно вот так вот открыть все это дело. Можно вот так вот сделать, отодвинуть. Их можно снять и постирать. Вот какая прелесть. Все, наконец-то люди начали для людей что-то делать. Цена на экране. За диван. Трехместный диван 2,2. И вот такая вот полочка. Больше не буду показывать, потому что мне сегодня нужно бежать. Покажу вам качество в этом магазине. Вот, например, столик. Вот тоже шмат дерева. Очень тяжелый столик на самом деле. Если это маленький ребенок, он просто так, скорее всего, не сдвинет. Потому что я его даже поднимаю с трудом одной рукой. Но это, конечно, не показатель. Это просто полка. Вам кажется, просто полка. Но на самом деле это не МДФ. А вот такой толщины. В пол пальца моих, наверное, сантиметров... Сантиметра 4 толщиной дерево. Вот опять дерево. Здесь полностью дерево со встроенным светом. Стул. Вот такой вот красивый стул. Вот так он выглядит сзади. Скорее всего, микрофибра. Цена за одну штуку, потому что я не знаю, сколько штук вам нужно. Они довольно тяжелые. Кровать. Вот так она шикарно выглядит издалека. Вблизи покажу такой бархат. Не велюр. Именно такой бархат. Короткий. И кожа мягкая. Цвета можно менять, как вам пожелается. Можете сделать черным, можете сделать полностью из текстиля. Что хотите. И, соответственно, вот тоже. Привет, курносый. Такой шкафчик со шпоном. Шпон, не знаю, видно или нет. Надеюсь, видно. Единственное, что пыль протирать будет сложно. Вот такой вот шкафчик. Со шпоном идет красиво. Я не знаю, насколько вам видно. Вот так вот, если идти, шпон такой темно-темно. Какой-то красно-коричневый с темно-коричневым идет. Примерно метр пятьдесят. Вот. Если вам что-то понравилось из этого магазина, или же вы не нашли того, что конкретно, например, из Versace или Cavalli и других, например, известных брендах, если вы хотите узнать, продается ли это здесь в идентичном либо в видоизмененном виде, пишите, звоните нам, присылайте. Мы обязательно ответим на ваш запрос. Я чувствую, что будет чуть-чуть подороже, потому что такие дизайнерские вещи. Эй, хелло. Спрошу стол. Видно сразу, что натуральный камень. Очень сложный рисунок такой. Поблескивает немного. Очень интересная кровать. Издалека кажется, что у нее много ножек. Да, действительно, ножек побольше для дополнительной поддержки. Честно говоря, очень понравились эти столики. Спрошу, сколько эти столики стоят. Приятный оранжево-коричневый цвет стекла. И каркас из стали. Точа. За две штуки. Кровать. Кровать сделана вот здесь. Вот натуральная кожа. Это, да, видно натуральной кожи, очень мягкая. А сзади у нас микрофибра. Немножечко не попали в цвет, правда? Кровать у нас 1,8 на 2 метра. Изголовье из кожи. Повторяю, сзади из микрофибры. Если поменять все на текстиль, будет намного-намного дешевле. И стол. Во-первых, хочу показать подножье. Оно очень необычное. Вот так вот. Состоит из трех блоков разной формы. Что-то, например, большой круг, потом поменьше круг и средний круг. Они расположены все в асимметричном таком порядке. И сам стол в форме яйца. По-другому я не могу это назвать. Это форма яйца. Вот так вот это выглядит. Давайте посмотрим, действительно ли это натуральный камень. Вот так вот. Цель имеющий. Вот. Красота. Вот такой довольно типичный итальянский модерн. Пойдемте дальше. В первую очередь спрошу вот этот диван. Просто потому, что он мне нравится. По ощущениям, да, это точно вот эта искусственная кожа и эта натуральная кожа. Прям очень-очень разнится. Могли бы постараться и подобрать более мягкую искусственную кожу на самом деле. Где-то 3 метра есть точно. Консоль. Консолей спрашиваю реально много. Вот такая вот консоль. Наверное, метра 2 точно есть. Красивая консоль. Мне она очень нравится. Длинная. Цвет очень интересный. Если бы все старались и делали что-то интересное, было бы так прекрасно жить на этой планете. Хотела уйти. Увидела зеркало. Очень необычное. Безумно люблю асимметричные вещи. Практически все можно купить. Включая, например, такие вот вазочки, картины. Если вам что-то понравилось в шоу-руме, то есть можно взять все. Вот такие вот декоративные зеркала в том числе. Понятное дело, самообразец. То есть они могут новый заказать. Такая полочка. Сюда можно положить что угодно. Высокое зеркало. Порядка, наверное, метра 80. Цены на экране. За полукожу. Трехметровый диван. Немножечко симметричный. Посмотрите сверху, как это выглядит. Подушки все включены в комплект. Консоль красная. Приятного нережущего глаз цвета. Длинная двухметровая консоль такая. С интересным каркасом. Мне еще очень понравилось зеркало. Зеркало с полочкой. Асимметричное, порядка метра 80. Стол. Такой приятный кремовый цвет. С стальным подстольем. Где-то 2 метра. 1,8, наверное. 1,5 на 90 сантиметров. Это тинранда дюйма. Натуральный камень. И стальное подстолье. Спрошу еще вот этот стол. Такой камень, который я даже не знаю, как по-русски называется. Синтер стон называется по-английски. Йенба он называется по-китайски. Подстолье все можно менять. То есть любой подстолье, который вы видели под другим столом. Можно поменять, например, вот этот золотой. Поменять сюда. И сделать его вообще серебряным. Все возможно. Это у нас дерево полностью. Это 160 на 90 сантиметров. Цена, которую вы видите на экранах. Здесь, в Китае. Конкретно с этим подстольем. То есть, если вы измените подстолье, цена может чуть-чуть поменяться. Красивая подстолье. Я вам покажу с разных сторон. Это 1,8, хотя я в это не верю. Похоже на 2 метра. Вот так выглядит подстолье. Асимметричное. На 90 сантиметров. 1,8 на 90 сантиметров. И искусственный камень, и натуральный камень. Говорят, что натуральный мрамор. Будем верить им. Итак, цена на этот стол. 1,8 на 90 сантиметров. С таким вот интересным подстольем. Так, пойдемте. Здесь еще много столов. Спросила цены некоторые. Просто дать вам понять. Что хочу спросить в первую очередь. Вот этот шикарный диван. Асимметричный. Такой волнистый. Я в восторге, честно говоря. Спрошу его. Вот это кресло хочу спросить. Честно говоря, не знаю, во сколько оно получится. Но интересно смотрится и по отдельности, и вместе. Очень такая у них небольшая солянка стульев. Типанов. О, и вот креселка, которую у нас много спрашивали в последнее время. В таком скандинавском стиле. Спрошу у вас. Модный коралловый цвет. Правда, немножечко прошлогодний. Но, в общем и целом, цвет все равно модный. Цены, которые вы видите, конкретно в этом качестве. Это у нас в текстиле, с деревянными ножками и стальным каркасом. Здесь именно такие больше специализируются на стали и цветах. Кто спрашивал, посуду. Вот замечательная, красивая посуда. Вот это мне, честно говоря, нравится, но это не кожа. Поэтому не знаю, сколько они возьмут за это. Мне понравился вот этот подсвечник, который больше лампа, но можно использовать как подсвечник. То есть здесь стоят такие электрические. Можете использовать обычные. Вот он такой большой, наверное, сантиметров 50-60. Цены на экране. То есть их можно, еще раз говорю, убирать. Можно ставить настоящие свечи, можно оставить такие. Купить под все отделения, как вашей душе угодно. Все равно спрашиваю этого оленя. Я боюсь, что он будет дорогой, но мне нравится этот олень. С кристаллами вот так вот на концах. За одну штуку спрошу. И цена на экран. Говорят, что медь. Это очень тяжело. Так что я даже хочу им поверить. Вот так вот тоже симпатично. Хочу спросить. Набор из двух спрошу. Цены вы увидите на экранах. Это сталь. Их можно снимать. Свечки убирать. Можете поставить настоящую свечку. Можете оставить такую же. Камины. Камины на самом деле берут частки. Если берут не камины, то вот такой вот портал под камин. Можно сделать, как вы хотите. Пластиковые, не пластиковые есть. Натуральное дерево, натуральный камень. Как вы видите, много всяких разных. Вот такие вот даже есть симпатичные. Здесь конкретно продают такие электрические. Либо биокамины. Вот такие вот биокамины. Это только один из примеров, который у них выставлен. Вот топливо под него. А давай здесь просим пару вариантов. Один каменный, один деревянный. И, наверное, как раз спрошу биокамин. Вот отличный вариант деревянного. Цена на экране. Даже шумума. Интересно. То есть вот эта вот часть, это натуральное дерево. Вот эти вот декоративные материалы сделаны уже из пластиков. А вот это, это, скорее всего, фанера. Либо ДСП. Как выяснилось, у них нет каменных. Они все из дерева просто под камень. Ну, давайте спросим вот такой под камень. Спрошу без всяких аксессуаров. Только за него. Где-то порядка метра двадцать по высоте. И, конечно же, спрошу биокамин, который я вам обещала. Вот он, биокаминчик. Скорее всего, есть другие варианты. Например, в красивом стеклянном колпачке. Это стоит бутафория, в которой просто смотреть, что у них есть биокамины. Мы закончили на сегодня. Надеюсь, вам все понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте наши видео. И, конечно же, увидимся в следующем видео. Пока!